Они ждут 20 миллионов гостей и около 60 миллиардов евро инвестиций. Итальянцы открыли уральцам свои секреты в подготовке к международной выставке Экспо-2015. Чтобы прославить Милан и его экспозицию, местные бизнесмены стали послами доброй воли в заграничных странах. Их опыт сегодня приводит в пример свердловчанам, несмотря на то, что Екатеринбург еще не выиграл право проведения экспозиции. Уральцы активно изучают опыт городов, которые уже победили. Подробности в заключительной серии репортажей из Милана. Население всего полтора миллиона человек. Площадь по сравнению с другими мировыми городами небольшая, 182 квадратных километра. Но Милан можно без преувеличения считать самым дорогим городом Италии. Поэтому о том, что финансовая столица будет урезать бюджет Экспо, никто и подумать не мог. Наша заявка выиграла 31 марта 2008 года. Мы должны были учитывать последствия и развитие мирового кризиса. Поэтому сократили объем инвестиций со стороны государства, региона Ломбардии и муниципалитета. Но существенно уменьшать не пришлось. Проведение Экспо поддержали частные компании. Изрядно потратиться итальянским властям пришлось еще до победы. Порядка 18 миллионов евро вложили в продвижение заявки. Аренда земли под площадку потребовала еще 180 миллионов. Проектирование и строительство оценивают примерно в полтора миллиарда. Еще один миллиард евро необходим на продвижение управления комплексом и налоги. При этом гарантированные инвестиции от Италии, Ломбардии и Милана не превышают трех миллиардов евро. Частные компании внесли 136 миллионов. Общий вклад стран-участниц предварительно оценивают в один миллиард. Чем больше государство решится выставиться на Экспо, тем больше будет прибыль Италии. По прогнозам во всемирной выставке Экспо-2015 примут участие более 130 государств. Флаги стран, которые уже подписали соглашение, выставлены на Виаданте. Россия одна из первых подтвердила свое участие в экспозиции. Об этом Дмитрий Медведев сообщил премьер-министру Италии Сильвео Берлускони еще 24 февраля 2011 года. Несмотря на большие затраты, итальянцы рассчитывают на приличную прибыль. От 30 до 60 миллиардов евро. Часть принесут билеты, за вход планируют собирать 15-20 евро. Еще один весомый плюс увеличение числа рабочих мест приблизительно на 60 тысяч. Власти уверены, что выставка окажет положительное влияние на состояние всего региона. Здесь ждут 20 миллионов гостей, треть из них иностранцы. Ежедневно в городе и близлежащих районах будет находиться от 150 до 200 тысяч человек. Мы рассчитываем, что посетители Экспо останутся на несколько дней, чтобы помимо выставки посетить и регион Ломбардия, чтобы посмотреть красоты природы, познакомиться с произведениями искусства и архитектуры других городов. В ожидании притока иностранных организаций Милан даже выстроил новый деловой квартал – проспект Освобождение. Пока это место популярностью не пользуется. Из восьми небоскребов заняты всего два. Жилые помещения выкуплены только на 30%. Остальные площади пустуют. Это отголоский кризис от 2008 года. Бизнесмены не хотели рисковать. Цены на эту недвижимость застыли еще пять лет назад и до сих пор держатся. В преддверии выставки владельцы небоскребов ждут повышения спроса на свободной площади. Извлечь из этого свою выгоду хотят многие итальянцы. Я риэлтор. По работе мы отслеживаем ситуацию с Экспо. Рассчитываем, что ближе к выставке цены на недвижимость будут расти, и это положительно скажется на нашем бизнесе. Впрочем, далеко не все ставят прибыль во главу угла. Паскуале Кочи на Экспо не выручит ни евро. Преподаватель лицея добровольно взял на себя роль просветителя. Он призывает школьников стать волонтерами. Милан принимал выставку сто лет назад. Это очень сильно отразилось на экономике и в целом на облике города. Для меня важно научить моих студентов тому, что мы живем в открытом мире. В наш город приходят крупные события, и очень важно, чтобы жители не закрывались в себе и приняли посильное участие. Участие ждут также от предпринимателей, и многие уже откликнулись, причем настолько активно, что теперь итальянских бизнесменов ставят в пример другим странам, которые тоже претендуют на Экспо. Наши бизнесмены стали так называемыми послами доброй воли Экспо. Организовали взаимодействие с другими странами, чтобы показать преимущество Италии. Они активно вовлекали зарубежных партнеров в участие и поддержку темы. Сегодня для уральских бизнесменов устраивают туры по городам, принимавшим Экспо. Первые положительные результаты уже есть. После того, как мы съездили в город Иосу, в Южную Корею, которая принимала Экспо-2012, к нам обратилась корейская компания, которая заинтересована в организации своего представительства на территории Урала. Сейчас за право принять следующее Экспо сражаются пять городов. Конкуренцию столицы Урала составляют турецкий Измир, бразильский Сан-Пауло, Дубай и бывшая столица Таиланда Аютхая. Результаты голосования Международное бюро выставок огласит в конце этого года. Анна Воронина, Евгений Дробышевский. Новости Екатеринбург из Милана.